Абакан На привокзальную площадь, куда Олимпийский огонь прибывает из Красноярска, люди начали приходить заранее. Впрочем, сейчас здесь народу не так уж и много, наверное, чуть более сотни, при том значительная часть сотрудники полиции. Олимпийский артефакт уже вот-вот прибудет. Встречать его Хакасия будет красной ковровой дорожкой и выступлением местных артистов. Ну а пока спецпоезд подъезжает, волонтеры наводят марафет. В Хакасии помощников эстафеты набралось около ста человек. В основном это студенты. Многие готовы просто за спасибо приобщиться к Олимпийскому движению. В последний раз это было в 1980 году. Мне тогда было 8 лет, я ничего не помню вообще про Олимпиаду в принципе. Хотя в общем-то она тоже каким-то образом тиражировалась. Поэтому сейчас вот оно случилось. Когда в следующий раз будет совершенно непонятно. Поэтому это исторический момент для России, уникальный для Хакасии. И поучаствовать в этом, мне кажется, это большая честь. Брендированный поезд, состоящий из десятка вагонов, прибывает ровно в назначенное время. Целый состав из Красноярска привез эту маленькую лампаду. Встречают гостей по национальному хакасскому обычаю с Айраном. Первые лица республики принимают символ Олимпиады из рук хранителей огня. С огромной гордостью, следуя девизу и эстафеты, вот только задумайтесь, объединить страну, открыть Россию. Сегодня мы открываем вместе с Россией нашу родную республику Хакасию. Мы представляем всему миру нашу замечательную, гостеприимную малую родину. Желаю... Спасибо, ребят. Желаю участникам эстафеты Олимпийского огня удачи и доброго пути. Добрый путь по улицам Абакана. Олимпийский огонь. Ура! Кто бы не говорил, как бы нытики скептично не говорили, а это здорово. Все равно у нас, у нас ребята-то спортивные, у нас народ талантливый, спортивный, талантливый, красивый. Природа великолепная, великолепней нет. Встретить Олимпийский огонь вместе с абаканцами всей командой пришли хоккеисты Саян. Сегодня у спортсменов ответственный день. Вечером предстоит битва на льду с кемеровским кузбассом. Сегодня у нас еще предстоит, стартует чемпионат России по высшей лиге хоккея. Вот пришли, встретили, зарядились хорошими эмоциями. Думаю, сегодня на стадионе Саяна мы покажем хорошую игру и обязательно победим. Не успели зрители полюбоваться лампадой. Ее тут же увезли на Саяна-Шушенскую ГЭС. Уже там маленький огонек превратится в пламя и его понесут факелоносцы. 10-километровый маршрут в Хакасии поделен на 61-го марафонца. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Побывал сегодня Олимпийский огонь и на самом значительном гидросооружении в Сибири. Саяна-Шушенская ГЭС эстафету Олимпийского огня принимала в 12 часов 30 минут. Эстафета по гребню плотины Саяна-Шушенской – это ровно десятая часть всего маршрута, запланированного в республике. Протяженность бетонного сооружения чуть больше одного километра. На дистанции 10 факелоносцев, передающих эстафету друг другу. От одного факела зажигается следующий и так на всем расстоянии. То есть у каждого всего 100 метров пути, но чувствуется, что это почетная миссия и восторг и одновременно волнение для каждого из участников. Высокой чести удостоились не только спортсмены. В ряду факелоносцев и врачи, и рабочие, и спасатели. Ну а первым на гребне плотины принял олимпийский огонь пенсионер Николай Малых. Эстафета проходила в условиях пронизывающего ветра, что не редкость на верхней точке плотины, учитывая высоту сооружения 245 метров. И, кстати, только телевизионная трансляция смогла дать картину происходящего целиком, поскольку 10 телекамер были установлены в разных точках и на разных высотах. Видеосъемка велась и с вертолета, поднявшегося на Цианашушенской ГЭС. То, что увидел зритель, это лишь малая толика того, что предшествовало этому всему. На самом деле этому предшествовали несколько дней кропотливой и трудной работы на гребне наши люди и не наши люди, компания РТС точно так же. На ветру, на холоде, с утра до ночи выстраивали планы, выставляли камеры, то есть режиссеры режиссировали и так далее. То есть то, что увидел человек, на самом деле наш зритель, это лишь часть того, что вложили мы в этот проект. Протяженность пути по гребню плотины километр, а продолжительность мини-марафона аккурат полчаса. Ровно в 13.00 на специально сооруженной сцене промежуточный финиш эстафеты. С Цианашушенской ГЭС Олимпийский огонь вертолетом был доставлен в Абакан. Кстати, огонь на крупнейший в России энергетический объект был доставлен в юбилейный для гидроэлектростанции год. Ее строительство началось ровно 50 лет назад. И как раз в эти минуты на Первомайской площади проходят народные гуляния в честь зажжения чаши Олимпийского огня. В столице Хакассия эстафета началась в 16.30. Старт с железнодорожного вокзала. Первой пронесла олимпийский факел чемпионка универсиады 2013 Татьяна Зырянова. Маршрут в Абакане прошел по самым красивым и знаменитым.